Друзья, всем привет! Нет смысла по окончании сезона ставить ружьё в кейш и дожидаться следующего. Нужно бегом стяжать кир и отстреливать патроны и проверять свои ружья. Тема сегодняшнего ролика это патрон лесной. Патрон буду сравнивать с обыкновенным патроном. Значит, вот так выглядит патрон лесной в какой-то литературе. Он мне попадался. Патрон специально предназначенный для стрельбы на коротке в лесу. Но, так как леса у меня тут мало и всё, что в Адыгее добывается в лесу, это крупное. Ну, не считая вальшнита, конечно. То я этот патрон использую при охоте на утку на вечерке. Почему именно этот патрон? Потому что на вечерке утка начинает летать практически в темноте и ты её видишь на очень коротком расстоянии. Это там 10, ну, максимум 15-20 метров. И поэтому патрон нужен не кучный, а наоборот более раскидистый. И поэтому я решил испытать так называемый патрон лесной. И в сравнении хочу его сравнить с такой же навеской в дроби 33 грамма. Есть ли разница, есть ли смысл использования такого патрона. Значит, сам патрон лесной выглядит так. Рецепт также покажу. Как я снарядил этот патрон лесной. Значит, в патроне дробь 7,5-33 грамма разделена на три части по 11 грамм. Значит, заряд у меня драга 1,65 грамм. Драга простой на 32-34 грамма. Капсуль стоит CX-2000. Здесь используется чедит прозрачная. Птюратор рязанский стоит. ДВП военноход. Ну, там уже все видно. Стоят картонные прокладки пороховые. Сверху войлочные пыжи, которые будут попадаться в дроби в полете. Они быстрее теряют скорость. И поэтому должны теоретически ее распидывать. и осыпь дробовая должна быть шире. Так что не должна проскочить ни мышь, ни селезнь. Вот такие сегодня селезни. Значит, стрельнем за 10 и за 20 метров. Вырезал селезни специально так, чтобы они равнялись фактическому размеру на летающего селезня. Он сам по себе здесь на рисунке меньше. Наверное, больше похож на черка. по размеру. А вот так, как я вырезал, это будет как раз силуэт настоящего корякового, жирного зимнего телезня. Так, все готово для отстрела. У меня, значит, отмерен рубеж 10 метров по этой шине и там у меня рубеж 20 метров. Итак, план действий такой. В левый ствол я вкручу полничок а в правый ствол я вкручу цилиндр. Как говорится, из крайности в крайность. Самое отыгое сужение. Попробуем как на нем будет раскидывать дробь. И попробуем цилиндр. Цилиндр мне больше всего интересен в простом исполнении патрона, такого, которого можно купить в магазине и сделать самому. Не мудруство посмотреть может все-таки цилиндра достаточно для того, чтобы спокойно вечером добывать утку на близком расстоянии. Так, все готово. Здесь у нас в правом цилиндр, в левом чок. Стреляем. Сейчас на 10 метров верхняя мишень полетит лесной цилиндра. Дистанция до мишени 10 метров. Цилиндр, патрон лесной, травый ствол, стеляем утку. Ута добыта. Пойдемте посмотрим, что мы имеем. Вот что на 10 метров получилось у нас. Можно даже вот это все брать в расчет. вот так у нас получилось. Вот так патрон лесной. Цилиндр. Не буду я звездочки рисовать. Напишу цилиндр. Хулю, как мне сказали, не хуглу, а хулю. Хулю. Цилиндр 10 метров. Разброс получился где-то порядка 40 сантиметров. Обыкновенный патрон 33 грамма, 7,5 вернее. Правый ствол. Дистанция 10 метров, цилиндр. Простой патрон 33 грамма. По-моему, разницы нет. Сейчас посмотрим. Да, за 10 метров простой патрон цилиндра показал такую же особь. По-моему, даже чуть-чуть утка дуршлаг. Вот так, цилиндр. Это тоже цилиндр. Это Хулю. Наша Хулю. Это получается, значит, как его подписать от 33 грамма 7,5 простой патрон. Это у нас 33 грамма 7,5 патрон лесной. Лесной. Так. Ну и вывод такой для цилиндра с 10 метров. Разницы нет таким патроном стрелять лесным или простым. Давайте стреляем дальше 20 метров. Посмотрим, может на 20 метров картинка изменится. Так, ребят, сейчас я убегу вон туда далеко, за 20 метров стрельнем из полного чока. Сначала стрельнем патрон лесной по верхней мишени. Вот у нас левый слол. Переключим. Так, здесь поставим испытуемый наш простой патрон. 20 метров идем стрелять. 20 метров верхняя мишень стреляем полным чоком. Опять добыт. Добыт. Теперь опять добыт. Сейчас глянем, что у нас там получилось. Так, 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 вот. Вот он, полничок, 30 грамма, 25 метров. мишень вся покрыта дробью. Прям раскинута очень хорошо. Вот, смотрите, как она прям раскинула. Здесь как бы пробила небольшие. Но в основном вот это такая убойная зона. Очень такая. Вот так отработал патрон лесной на 20 метров. Давайте посмотрим, как на 20 метров отработает у нас уже полничок на простом патроне. Так, ребят, ростыграмма. Снаряжаю его, заряжаю ружье в левый ствол, полничок. Стреляем за 20 метров, полничок, нижняя мишень. полничок. С расстоянием уже патрон лесной себя покажет совсем по-другому. Уже не имеет смысл его использовать. Смотрите, ребята, как собрал полничок, по-другому. Вот так вот, на 20 метров. Да? И как? Патрон лесной на полном чоке. Давайте здесь подпишем, это у нас, значит, чок, чок в углу, хулю, чок в хулю. А это у нас полный чок за хулю. так, подписан, 33 грамма семерка с половиной, семь с половиной, а здесь 33 грамма семь с половиной лесной. Ну что, вывод напрашивается следующий, что с близкого расстояния. Ну все, у меня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok